Привет! Сегодня я к вам с очередным быстрым видео буду рассказывать о том, что буду читать в августе. Последние разы, когда я делала такие списки, я придерживалась их достаточно хорошо, и я подумала, что Оля, наконец-то ты созрела, ты готова сделать то же самое с бумажными книгами. Хотя, если бы кто, наверное, год назад мне сказал, что я буду так делать, я бы посмеялась в лицо, как это я смеюсь врагу... Я смеюсь в лицо опасность. Откуда это? Да. И вот в итоге я выбрала пять книг, на которые я буду ориентироваться в этом месяце, прочитаю что-то еще замечательно, прочитаю что-то вместо этого вряд ли, прочитаю меньше, ну и слава богу. В общем, начну с книги, которую я начала читать сегодня, я на десятой странице очень много прочитала. Это Ольга Гусейнова «Пепел на ветру». Пока у меня... Пока не знаю, что сказать. В общем, это научная фантастика должна была быть. Но это не она. И, короче говоря, я не могу судить о книге по десяти страницам, но пока это очень странное что-то. Посмотрим. Я надеюсь, что все исправится. Десять страниц. Нужно дать автору шанс. Дальше у меня «Твайлот Арк. Привычка к творчеству». Я эту книгу очень долго избегала, потому что улила и сказала, что она скучновата. Или, по крайней мере, я так запомнила это из ее видео. И в итоге она у меня... Сначала я такая «Да-да, буду ее читать», потом она стоит такая «Мммм». Улила и сказала, что скучновата, и она стоит и стоит. В общем, пора за нее браться, тем более, что давно не читала нонфикшн. Дальше книжка, про которую вы все спрашиваете. Каждый божий день комментарии в Твиттере, в Инстаграме, просто так сообщения на почту. «Оля, когда ты прочтешь «Продажное королевство», в августе я его прочту. Надеюсь на это. Для меня сейчас такой приоритет читать книги, которые я не смогу взять с собой в Испанию. Я не буду брать с собой вторую часть серии, потому что очень велика вероятность, что мне придется эти книги там оставить. А мне хочется все-таки иметь эту часть дома, поэтому я серии не хочу брать с собой. И поэтому мне нужно то, что я хочу прочитать, прочитать до этого. Понимаете, да? Дальше идет у нас уже четвертая книжечка. Это «Холли Смейл. Моя рождественское свидание». Я понимаю, что сейчас время года как бы шепчет вообще не о зиме. Но опять же это вот по правилу серии, что я это с собой не возьму. Книга совсем небольшая. И, например, после вот этого или после скучной «Твайл и Тарп». Я не думаю, что она скучная, но вот просто у меня это отложилось на подкорке где-то. И теперь я не могу к ней подступиться. В общем, лечиться буду, если мне вдруг что-то не понравится. Я буду лечиться «Холли Смейл». Эта книга, она не основная часть, а как половинка, типа 1.5. И так как я решила читать по очереди, по хронологической очереди, то вот мне предстоит эта книжка. Я понимаю, что когда я дочитаю ее и захочу купить продолжение, она уже все пропадет из продажи, потому что читаю я серию крайне медленно. И тут как бы два варианта. Либо ты, Оля, покупаешь всю серию целиком и сразу, и тебе что-то не нравится, и ты ее бросаешь, продаешь, отдаешь и так далее. Или ты покупаешь по одной, ждешь пока что-то закончится, а потом будешь за ней гоняться и сделаешь это видом спорта. И пока я вот... пока я спортивная очень. И последняя книга, не совсем книга. Я вам уже рассказывала про этого автора. Здесь четыре автора, поэтому... Как мне вспомнить, про кого именно я рассказывала? Ним Мона. Наэль Стивенсон. Да, Наэль Стивенсон также является автором Дровосечек. Мне сестра подарила, по-моему, на день рождения в прошлом году. И я думаю, что год это для комикса достаточный срок, чтобы не быть непрочитанным. Поэтому точно буду читать в августе. Я думаю, на самом деле, устроить что-то вроде нашего районного местного книжного марафона, потому что англоязычный уже вроде как уже прошел. Я что-то не подключилась. Из тех, за кем я слежу из буктюберов наших русскоязычных, тоже что-то никто не подключился. Поэтому, я думаю, может быть, сделать. И поэтому я выбрала такие книжки, которые... Такие вроде бы... Ну да, вот здесь есть Лебардуга большая, но в целом такие, которые можно прочитать за день, за два, чтобы если я зачиталась все-таки сделать марафон, то их можно было тоже туда включить. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы хотите, чтобы марафон состоялся, потому что я готова делать хоть завтра. Вот абсолютно серьезно говорю. Вы видите, сейчас видео выходит достаточно часто. Я готова производить. Скажите мне, что? И мы с вами вместе будем читать. А, вот еще какую вещь хотела сказать и забыла. Я заикаюсь, но это другая вещь. 12 августа, то есть в это воскресенье, совсем-совсем скоро, состоится уже гик-пикник, куда в этом году вход бесплатный в Москве, поэтому я ни разу там не была. Мне очень интересно посмотреть, что это за мероприятие. И так как его сделали бесплатным, это вообще, мне кажется, грех не сходить. И 12 числа, я точно пока не знаю время, по-моему, время не определено. Я и некоторые другие книжные блогеры, которые еще толком непонятно, кто там подтвердился, кто нет. Я знаю, что Ульяна будет. Юля обещала приехать. И вот сейчас главное не наврать. Ну, в общем, я и другие книжные блогеры расскажем вам про Буктюб, все, что вы хотите знать про книжный блогинг. Поделимся и своим опытом, и, возможно, ответим на какие-то ваши вопросы, пообщаемся, просто поразговариваем, просто, я не знаю, сфотографируемся. Может быть, кто-то захочет принести, подписать книжку и так далее. Может быть, даже цвет слонов и кошки выйдет к этой дате. В чем я, конечно, сомневаюсь, но чем черт не шутит. В общем, обязательно приходите, если вы будете в Москве 12 числа. Подходите, не стесняйтесь, потому что я всегда ваша. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok